Так, на связи Чандер, это у нас Элден Ринг, прохождение за нашу госпожу с хлыстами, товарищ Червемордый, давайте вы здесь не будете стоять, так грозно и опасно, мы вас убили недавно, другой вашей ипостаси, все, завязывайте, да ну не души, дружище, ну серьезно, не души, ну не души, душнило, короче, мы сейчас пойдем убивать изъявленного древесного духа, посмотрим убьем или нет, значит, знаешь, посмотрим насколько просто мы будем его бить, не убиваем, значит придем к нему позже, так, выпиваем сразу фляжку, берем сразу здесь, вон он, изъявленный древесный дух, он уже появился, кукуськи, как дела, рассказываем, будем использовать оглушение, конечно же, здесь оно уместно пойдет, урона у нас хватает, огненного как раз, смотри, три раза использовали, потом один раз прокрутим и у него уже будет фаза по-любому погнали еще раз по-быстенькому прям добираемся, вот изъявленный древесный дух у нас появился, здорово, снова здорово два три хорошо, взял и пробил до второй фазы я говорил в жопу второй фазу, ребят, убить надо достать его, освежевать, сделать коврик под кровать на это и расчет, да, то есть мы используем пламя для того, чтобы его быстро убить да против противников мы выбираем то, что против них лучше всего подходит как бы это не осуждалось обществом кстати, правда осуждается обществом подстраиваться гибко под противника, я такие комментарии тоже видел интересный народ в комментариях сидит, в принципе люди нет, дружище, давай иди-ка ты знаешь куда, в укушение не, говорит, не хочу близко к тебе подходить, не хочу ясно поехали с него слеза личинки должна быть да, есть на самом деле он правда должен быть в виде перевертыша почему он не в виде перевертыша, я не понимаю ну ладно, что есть, то есть так, у нас есть королева полулюдей здесь, но у нас есть еще королева полулюдей здесь, понимаешь мы хотим, я думаю, их добить до конца вот, то есть деревья мы добили, да, и пойдем к королеве полулюдей к одной, потом к другой что у нас, кстати, по опыту 39 тысяч можно уровень повысить, я думаю до скольки повышать будем до 50 тогда ловкость 55, по-моему, у нас капа по ловкости ну, плюс-минус посмотрим, когда начнет меньше прибавка уже быть согласен подстраиваться под противника это сумасшествие осуждаю заранее осуждаю ну, уже не заранее уже постфактум осуждаю согласен подстраиваться под противника ни в коем случае нельзя да и вообще в игру, ребят, играть если вы играете в эту игру а если вы еще и проходите противников если вы их убиваете все, это это, это так нельзя ну, а зачем вы это сделали игра была создана для того, чтобы ее вообще никто не покупал чтобы в нее никто не играл конечно конечно, поэтому если вы это делаете значит вы уже что-то делаете не так просто смиритесь с этим так где у нас тут проход-то здорово, ребят спрашивали, кстати в комментариях про вот этот вот щит который мы сейчас возьмем будем ли мы использовать это не он вот он ребят в планах нет использовать может быть когда-нибудь попробуем поюзать да, потому что он работает как хлыст условно он подходит под наше прохождение потому что это вроде бы и щит, и хлыст то есть это подходит под прохождение и щитов, и хлыстов я согласен но в планах пока что использовать нет будем ли потом я не знаю пока что в планах нет все, она не убила с одного удара все, она убила с одного удара она кинула просто посох просто бросила посох понимаешь что будешь делать а, это страшно давай не будешь так делать а, это тоже страшно не успел выпить надо подойти хорошо я планирую просто ее опять-таки с этого одного Марго Маргарита сердце твое никогда не забыто что-то в этом роде да кувшин пушка на самом деле мы сюда пришли просто чтобы истребить всех полулюдей ребята так получилось что мы начали уже истреблять всех полулюдей надо это закончить так, дальше у нас кипящая река это пещера кипящей реки или это уже выход с кипящей реки а, это сама кипящая река я тебя понял а, есть проход дальше дорога без есть проход дальше конец кипящей реки называется будем ли мы убивать там лавового змея где Сашка ну Сашке к Сашке нам нужно сходить ну будем ли лавового змея сейчас давай попробуем что нет-то но для этого мне потребуется правда другое оружие а что против него лучше всего не, ну мы используем это же это же пламя против него понятно что бесполезно здесь острое поставим рубящий урон к сожалению против него гава но совсем далее пепел войны мы выставляем куда выставляем сюда в крик может быть пусть будет крик а что нет что нам стоит дам поставить тут кстати момент то что поскольку это видишь хотя острый все равно круто да но здесь потенциал смотри здесь минус 20 минус 20 а качественно не, качественно оно в принципе хуже понял тяжелое тоже хуже просто у качественного там ББ но у нас слишком большая ловкость сейчас в какой-то момент в общем это оружие было просто лучше все я понял родилась тут у нас на стриме новая идея до прохождения чатик вы пишите как вам такая идея поясняю за эту идею пройти за змею подколодную короче использовать только то оружие которое которое змейское например щит со змеей змеевидная катана которую выдают вулкановом поместье а также змеиный лук ну то есть полный набор змеиные когти полный набор змеиного вооружения здесь есть прям такой интересный и это вполне можно как мне кажется использовать пишите как вам может быть действительно чуть ли не следующее прохождение будет именно такое да я пока не планирую останавливаться в прохождении этой игры мне она нравится она клевая этого кстати мы будем убивать через эти кстати не попал что примечательно ни разу не попал обратили внимание да елки-палки это у меня опять-таки на шифт стоит здесь можно спрятаться за большим камнем без проблем видите ты зачем побежал у меня вопрос почему я ни разу никому не попал слышно же было даже попал стоп то ли я тупой то ли лыжи не едут здесь ладно далеко о чат по нему урон не на а такое может быть по нему ноль урона скиллом надо было ледяную я вот в том то и дело то что по нему урона ноль скиллом я не понимаю наносится не наносится к никам баньши можно его закричать и мы может быть его закричим но мне кажется урона будет больше именно так а мы взяли с прыжка удар не взяли а зря вот здесь с прыжка нужен удар криком баньши кстати мы когда пользовались мы даже не взяли медальон рева чтобы забустить урон понимаешь а тем не менее моща моща так хорошо здесь чисто огненный урон мы забустим правильно тогда флягу нам и не нужно увеличивать не нужно она правда бесполезна вот это не бесполезная тема все погнали ну что-то какая-то это дичь происходит я не знаю вот я не ожидал что вообще просто будет ноль понятно хотя слышно же было да то что вроде бы слышно но вот здесь проблема давай попробуем закричать хорошо нам на рев не пригодится это но магмовые звери они по-моему за мага достаточно просто их убивать вот защит было очень тяжело прям действительно тяжело баланс сопротивляемость недуги нет вера нам нужна ловкость восстановление выносливости я вкачаю как бы слеза этот пузырь и выносливость пусть у нас сейчас будет в целом это неплохие нам нужно где-то ловкость найти чат ищите пока где ловкость я если честно забыл то есть я помню где находится мудрость нам она пригодится потом для активации квеста я не знаю кстати будем делать или нет вот это вот очень красивая магия но если самостоятельно такую магию использовать то она вовсе не так далеко и эффектно работает к сожалению увы и ах да товарищ давайте ка сюда сначала так ой он прям пробежал прям таки ой страшный он какой это плевок от расстояния урон еще зависит сильно плохо это плохо да есть различия в кастах можно отличить как он кастует буйство от небуйства а вот сейчас надо было увернуться а не кричать так ну-ка кричим сегодня будем орать ты зря друг там магма еще не закончилась не просто не закончилась смотри как он душит безумно вода долго хранится магма то есть разница между магмой которую я создаю и ту которую он создает это просто космос здесь я слишком дорихустрый ух ты прыжка я забыл про прыжок я думал он сейчас раз обратно потащит а он хитрый лапси на суту ладно ладно ой стоп вот так же еще да бафы будем использовать уже мне хватает потому что веры не конечно он дальше магии но просто повезло то что нас сейчас почти раздавили на самом деле повезло местность тут мягко говоря своеобразно опять побежит как обычно между первой и второй пейерочек небольшой как говорится видишь как магма долго длится фантастик просто еще побежал может так пять раз бегать я думаю что он там уже вниз спустится не получилось пока магмой змей в принципе против видишь видишь кучу грязи делает при этом еще и в общем очень неприятно товарищ ага то есть ты сменил траекторию вот так вот просто как я понял бывает огромное расстояние преодолевает да тревог я понимаю но мне нужно выйти как-нибудь достал ого 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 нет спасаться вот от этого здесь хотя бы не заберется думал я все момент настал и он восстал сейчас бахнемся что забыл про меня ой местность говна очень далеко кстати на второй фазе он безумно далеко плюется да да брось ты ты здесь прям такую эту лужу сделал ужас 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 так погоди подбиваем заново так все таки отрабатывать завязывай ну серьезно мужик безумно душный парень урон конечно вроде неплохой так вроде бы но такой себе сейчас будет меньше к сожалению а да второго переката не будет понял пойдет пойдет мы сделали больше нового сливости у нас на восстановление хорошо мы будем опять играть через оглушение пробуем ну как мы магмового змея макара убивали магмового змея макара правда это плохо 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 я вовремя заметил здесь тоже вовремя заметил хорошо если целеуказание переключается на цель которая находится в километре это зашибись уважаю теперь проблематично может быть теперь имеет смысл поорать Раз Куда? Лучше по сейвовей сыграть Лучше по сейвовей Ну правда, для меня лично Это одни из самых противных Противников в игре Мне они всегда даются Скажем так Дольше, чем хотелось Назовем это так Сашки нету что ли? Погодь Сашка, ты где? А где Сашка-то? Ладно, черт бы с ним Потом найдем Кувшин на голову с него можно взять Ладно, побежали дальше Будет поломанный медведь Да, слався гниль, ребят Будет когда-нибудь прохождение Я думаю на слався гниль Посмотрим На самом деле в прохождении на слався гниль Нужно проверить одну вещь Можно ли на первом уровне Заполучить слався гниль Она требует Девять, по-моему, веры То есть мы ее использовать Реально можем с первого уровня Но даже если бы нет То мы бы исправили Так, здесь у нас что-то интересное есть Только мы взять это не можем Нам бы костер Костер очень далеко Совсем далеко Вообще безумно далеко Там собака сейчас поломанная прыгает Можно пробегать ближе к скале Чтобы от нее сразу сбежать И собака на нас внимания не обращает Это такой лайфхак небольшой Если вдруг кто не знает А здесь Будет как раз таки костер Вот он, да И арбалет Тройной выстрел Который мы будем использовать В прохождении за арбалеты То есть именно за этот арбалет Мы и будем проходить, я думаю Скорее всего Все, мы присели Пеплы будем менять? Нет, мы уровень будем прокачивать Вот уровень, да, прокачаем Пока что вкачиваем еще уровень Ту барышню мы убивать-то будем Но для начала я хочу, если честно, камни забрать Они нам нужны Конкретно эти я не помню Нужны ли нам в данный момент Но в будущем пригодятся Мы в любом случае там эти Хосло будем Ну ты знаешь Нам в принципе Кроме камней Ничего здесь не нужно Собака Пойдем Поломанная собака Идет разбивать Статую Поломанная собака От нее я негодую Так, поломанная собака Поломанная собака Снесла Почему поломанная? Ребят, у него анимация Потому что у него хитбоксы поломаны И так далее На полном связи Он поломанный Мы это уже проверяли Почтет ли его когда-нибудь Я не знаю Но он прям вообще поломанный Не конкретно этот А все вот эти вот ребята Собаки Вот эти большие Нет, это не медведь В игре Та же самая черепаха Которая якобы черепаха Это тоже собака Смелитесь этим Так Какой нам нужен был? Нам нужен Нам нужен ли был шестой? Скажите мне Давай посмотрим Шестой Что нам дает? Да плюс 18 прокачку Хорошо Смотрим Какой уровень у нас? Шестнадцатый Да Нам нужны были Вау Вау Короче Нам нужна десятка Да Десятка шестых У нас семерка шестых Надо искать еще три шестых И мы сможем повысить Но для начала Туда Собака Собака Нодыра Нодыра Мы идем к Азуру Сможем ли мы сразу ее убить? Нет Нет Мы сначала подойдем к Азуру И оттуда начнем Наше шествие Осколок звездосвета Я думаю Что нам пригодится Ты прекрасней всех Это для Бока Может пригодиться Тоже Хотя Бок нам не нужен Чат За что-то его ненавидит И мы пока что Бока не берем Потом мы ему возможно поможем Но это не факт На полном серьезе За что-то его возненавидели Я Правда не понимаю Почему Не бери Говорят его Не нужен он тебе Ладно Так Какой пепел нам может пригодиться здесь? Я думаю Мы на огне Справимся Вообще на огне Вообще на огне То есть Без заморочек То есть без заморочек А справимся ли? Попробуем хотя бы Она вроде сидит И пока она сидит Есть шанс Подойти к ней Здесь лошадь есть Мы сможем до нее быстро добраться Так Тогда хорошо Тогда пепел забей А вот чудесное снадобье Я тогда беру В урон от огня И в Веру Хорошо Берем хлыст Второй Вот такой Канделябер Здесь маг волшебник Доплевать нам на него Маги волшебники Нас могут убить Я понимаю У нас есть шанс пробить? Честно нету Вообще никакого Но попробовать стоит Вещь нас сбили О чем я и говорю Так Поломанные собаки Нас уже больше не трогают Пока что Он трогает на сонар Она кстати Всегда посох будет Использовать В отличие от своих Предшественниц Которые С удовольствием Расставались С посохом Она именно волшебная Видишь За счет магов Здесь безумно Тяжело против нее Ну то есть Я бы ее так Бы добил Хлыстом Да Понятное дело Но маги Маги душат Нужно Что-то С ними делать Клинмарики Нет Лучше Место Последнего Сохранения И надо Убивать Магов Видимо Аккуратно А потом Сражаться С ней Плюс у нее Множество Еще мелких Миньонов Хотя опять Можем попробовать В нее Втопить Прям На пофигу Мы можем Убить Мага Бесплатно Бесплатное Убийство Мага Значит Хорошо Если да Хорошо Вот этого Хотят Вроде бы Да А не Ну тогда Кайф Погнали И убегу Важный тоже момент Убежать здесь Адрес Вау Убила Я рассчитывал Что я за камнем Спрятался Убью Вот этого Мелкого Потом Ее прокасываю Ну кстати Хорошо Вот сюда Отводить Да То есть Убиваем Мага Бесплатно Потом Убиваем Так Ну что ж Вы меня так Задушили То сейчас Маги Проклятущие Задушили Маги Просто Задушили Азура Убивать Не буду Ой А прикольно Как То есть Я получается Наверх Накидываю Что ли Она меня Пробилась Аккуратно Гребаный Маг Боже Как же Они душат Так Золотая руна 6 Пригодится Ну душнилые Жену Ненавижу Этих Магов Тут Самая большая Проблема Здесь Это маги Они Они Ужас Это правда Почему ты по мне Купал Не надо По мне Не надо Ну я ж попросил Я ж вежливо Может недостаточно По-моему Вот того уже Бесплатно Убить нельзя То есть Мы его убиваем И дальше У нас Начинается Свистопляска По-моему Так Причем Мы его даже Не убиваем Он нас видит Он начинает идти Она начинает Вставать Такого плана Понимаешь И в итоге И вот Началось Если бы она Одна пошла Конечно В принципе Слушай Закричать ее Правда Неплохо Было бы Мы в уруме Тогда прям Вставим Урона будет Больше на уруме Если мы Закричим С уруми И на крайняк Огонь мы можем Оставить Так Ну если мы Будем орать То нам Тогда нужно Вот это Выбирать Правильно Верно Урон от огня Кстати я здесь Не ставил Пофигу Хотя зря Уточка бы Сообщила Что зря Да Здесь нам Скорее так Комплект нужен Будем орать Будем орать Используем Все равно Вот эту штуку Используем Вот так Просто если Вдруг мне Пригодится Этого товарища Мы Так Забьем А вот эту Барушню Мы будем Кричать Она тоже Любит Поорать Мэгги Все Конец Ох К ней Кстати Лут Тоже Попадал Смотри Как интересно Я знаю Что они Умирают Потому что Они Ее Самона Грубо говоря Но С них Оказывается И лут Выпадает Это приятная Новость Да Это Изи То есть Вот так Ну вот и Все Изи Тем пеплом Не настолько Просто было бы Проще было Именно Закричать Потому что Маги на меня Не сагрили У нас Дерево Здесь же Там рядом Дерева Нету Этого Стража Древа Само Дерево Есть А Стража Древа Нет Но Сходить Стоит Я что-то Еще Забыл Чат Напомните Что я Забыл Потому что Я что-то Забыл Точно Хотел Куда-то Сходить Давайте Мы Пока Здесь Присядем Надо Увеличить Количество Фляг Мне кажется У меня Их Мало Не хватает Эффективность Увеличена Еще Эффективность Рассветить Фляги Порядок Отменяем Пепел Войны Ставим Нам сейчас Пригодится Я думаю Именно Вот такой Вариант Могли бы Пламя Кстати Даже Взять Да Попробуем Слушай А знаешь Что мы можем Сделать Кстати Не 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 будем Не будем Так Делать Лучше Мы Пепел Все-таки Сделаем Пламенный Чтобы Больше Урона Просто Возможно Будет Больше Урона За счет Огня Так Нам Нужно Да Нам Нужно Туда Там На нас Нападет Гаргулья По-моему Которая Не является Боссом Нафиг Не нужна Маргита Хочу Торкнуть Здесь Ой Я ж могу Его на Изичах Убить Правильно Верно Потому что У меня есть Оковы Маргита Давай Мы их Возьмем Мы Покупали Окова Маргита Мы их Используем Это Это Нужно Использовать Чтобы Прокастоваться И быстро Его пройти Без Каких Либо Проблем И колебаний Поехали Ой Тут еще Есть же Здесь Двери Я не помню Чтобы они Открывались Когда-либо По-моему Они всегда Закрыты В столицу Кстати Мы попадем Хитрым способом Ребят Потом Мне рассказали Про Очень хитрый Способ Уникальный Способ Как попасть В столицу Не проходя Чи из ворота Гениально Просто Мне понравилась Идея Так Смотри Мы выпиваем Так Здесь Вот так Делаем А нафига Тогда Уруми Не нужен И поехали Я рассчитывал Что будет Значительно Больше урона Если честно Тогда ладно Больше не сработает Вроде бы нет Нет Больше не работает Поняв Так Тогда Переходим К плану Б Ламбе Не оправдал себя Ага Ой А ты че Ты шо Делаешь Что Зачем Отвезли Сам же Меня Отводил Теперь На тебе Ладно Так Добьем Ну пришлось Вынужден Уж Че делать 20 тысяч Кстати за него Дали Не так уж и плохо Уровень Мы можем Апнуть Уже Костричи У нас там Наверху Есть И внизу Мы сначала Берем То что Внизу Потом Пойдем Наверх Потом В столицу Да В столицу Мы Кричи на него Не кричать Не буду Здесь Достаточно просто И вот таким образом Его убить Я специально Оковы Я правда думал Что я его убью Ну то есть Мне урон Я же урон Увел Эх Жопа Этот увеличенный Урон К сожалению Слишком слабо Получилось Хотя Тысяч 7 Мы нанесли По моему урона В целом Неплохо Можно было бы Больше Будь у нас Некоторые бафы За которыми мы пойдем В ближайших сериях Кстати Хорошая идея Ребят Давайте мы наверное За некоторыми бафами Пойдем Кузнечный камень 5 Сначала нам нужно Сюда Мы будем Использовать Бафы Я уже говорил Что Мы будем Штандарт Использовать Для увеличения Урона Мы будем Использовать Духа Для увеличения Урона То есть Мы будем Вызывать его И Отзывать Обратно Но чтобы Баф Висел Вот этот 25% Будем То есть Бафы Любые В этой игре Будут Это важно Здесь Суть не в том Чтобы пройти Именно за кнуты Прям вот Используя Только кнуты Не прокачивая Кнуты И так далее Нет Здесь Более гибкая Система Мы никогда Не сражались За Пеплы Ближнего боя Вообще Никогда Да Представьте себе Ни одного раза И сейчас Мы их изучаем Так Он продает Золотые болты Если что Это святость Мощный Святой Урон Видишь Это святость Это важно Обычные болты Но здесь Самое главное Это вот эти Они нам пригодятся На прохождение С арбалетами Золотые стрелы Кстати Продаются Шмотки Мы купили Потому что За шмоточницу Проходим Здесь Мы в принципе Можем местного Колокольного Сверщика Торкнуть Нужно ли Наверное Да Нам надо Где-то Пару тысяч Опыта Раздобыть Давай Ладно До дерева Добежим Раз уж Взялись Надо добежать До дерева Там Разберемся Я в курсе Что здесь Еще есть Птица Ночью Ночных Мы Мобов Не трогали Еще Имба Пепел Нужно Раздобыть Один Который Прям Вот вообще Имба Один Самых Самых Сильных Пеплов В игре Вот я Не знаю Что Наверное Даже Круче Чем Пламя Рожегривых Да Думаю Да То есть Если бы У меня Был Выбор Наверное Пламя Рожегривых Тот Пепел Я бы Использовал Я думаю Мы попробуем Использовать Именно тот Пепел Да То есть Не Пламя Рожегривых Вот здесь Классно Пламя Рожегривых Было бы Использовать Давай Попробуем Потому что Здесь Толпа Противников Здесь Прям Красиво Может Зайти У нас О Ну Прикольно Же Мужик Не елось Старинный Меч Вот мы И взяли Здесь Босса Нету Здесь Просто Вот Эти Вот Слезы Мы Их Просто Взяли Чтобы Просто Взять Раз уж Мы Начали Все Древо Вот эти Изучать Мы Взяли Босса Здесь Нету То есть Даже Ни Червеморды Ничего Подобного Хотя Червеморды Как раз Боссом Является Но Здесь Нет Белка Мы Ни одну Белку Не убили Еще В этом Прохождении Прохождение За пацифиста Все Прохождение За пацифиста Отменяется Белка Умерла Это Конечно Не Геншин Импакт Но Тем Не Менее Так А сколько Нам Нужно Опыта Нам Нужно А У нас Хватает Все Готовченко Давай Тогда Сделаем Следующее Смотри Я Я Я думаю Я думаю Мы Пойдем По Пути За Кровотечением Пойдем За Кровотечением Ребят Спустя 20 часов Игры Мы Наконец Таки Идем За Кровотоком С Кровотоком Мы Превратимся В Настоящих Казуалов Ну Конечно Не в Таких Как Катанщики Там Ну Слишком Высокий Уровень Для Нас Да Но В Достаточно Казуальных Казуалов Как Вот Прям Сильно И Пепел Нам Нужно Будет Раздобыть Один Который Сильнее Чем Пламя Рожегривых Но С точки Зрения Урона Он Наносит Ноль Урона Но Он Дает Этот Уворот Супер Мощный Уворот Который Позволяет Увернуться От Всего От Всего От Всего Будем Мы Чисто Пламенем Я Думаю Что Нет Здесь Выгоднее Взять Вот Так Хорошо Здесь Мы Тогда Возьмем Я думаю Как Второй Этот Пока Слишком Слабый Слушай У нас же Прокачка Есть Да Немножко А Мы Можем Три Штуки Найти Не Знаю Сейчас Погоди Сейчас Мы Вернемся Здесь Возможно Анша На нас Нападет Пока Не Напад Почему Она Не Когда Она Не Знаю Может С Гидеона Поговорить Нужно Было Возможно Так Здесь Усиливаем Оружие Рун Не Хватает Теперь Будут Руны А Здесь Не Не Рун Я Понял А Здесь Рун Хватит Здесь Рун Хватит На Раз На Два Нам Нужно Еще Три Кузнечных Камня Шестого Уровня Так Так Так